сегодня мы погрузимся в мир одной из самых загадочных и опасных разработок россии крылатой ракеты с ядерным двигателем известный как буревестник двое американских исследователей утверждают что они определили вероятное место развертывания в россии новой крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой и ядерным боезарядом 9 м 730 буревестник которую президент рф назвал непобедимой в своем обращении он заявил что оружие названное нато ссси x 9 skyfall низколетящая малозаметная крылатая ракета несущая ядерную боевую часть с практически неограниченной дальности непредсказуемые траектории полета и возможности обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как про так и пву ракета фактически представляет собой оружие судного дня способные наводить ужас на весь мир однако за этим грозным образом скрываются многочисленные вопросы и сомнения идея использовать ядерные реакторы в военной технике возникла еще в середине прошлого века когда ученые стремились создать самолеты и танки способные работать на ядерной энергии однако эти проекты были вскоре заброшены из-за неразрешимых рисков к сожалению россия решила возродить эту идею представив миру буревестник крылатую ракету с ядерным двигателем способную находиться в воздухе почти бесконечно долго если буревестник может летать на низких высотах оставляя за собой радиоактивный след тогда возникает закономерный вопрос где она будет летать над россией заражая собственные территории или над другими странами распространяя радиацию и что произойдет если эту ракету придется сбить многие эксперты скептически относятся к заявлениям президента рф по их словам буревестник может иметь дальность полета около 23 тысяч километров по сравнению с более чем 17 тысячами семьюстами километров у сармата новейший российской эмбер а йода звуковая скорость сделает ее обнаруживаем она будет также уязвима как и любая крылатая ракета и чем дольше она летит тем уязвимее становится потому что больше времени на ее отслеживание действительно буревестник может стать летающим чернообылем создающим угрозу не только для потенциальных противников но и для самой россии у буревестника плохая репутация с 2016 года было проведено не менее 13 испытаний из которых только два завершились частичным успехом в 2019 году произошел трагический инцидент когда во время испытания двигателя ракеты произошел взрыв сопровождающийся выбросом радиации погибли люди и инцидент напомнил о катастрофических последствиях подобных технологий кроме того эксперты сомневаются в стратегической ценности этой ракеты даже в россии признают что буревестник не усилит ядерный потенциал страны а только создаст дополнительные риски возможно эта разработка больше предназначена для демонстрации силы чем для реальной обороны недавние спутниковые снимки полученным агентством рейтер сделанные в августе 2024 года показывают предполагаемое место развертывания буревестника в вологодской области включая пять бункеров для хранения ядерных боеголовок справа и защищенные пусковые позиции внизу слева это подтверждает продолжение разработки ракеты несмотря на ее сомнительные результаты и многочисленные неудачи возникает вопрос стоит ли рисковать безопасностью ради столь спорного проекта в конце концов буревестник это не просто символ мощи а потенциальная угроза которая может обернуться катастрофой для самой россии и ее граждан возможно время задуматься о том что последствия таких разработок могут оказаться слишком разрушительными для всех стран не забудьте поставить лайк а в случае если еще не подписаны обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео напишите в комментариях видео на какую тему вы хотели бы увидеть